Добрый день! Сейчас мы находимся в нашем сливовом саду в поле. Мы живем в Крыму. Кто следит за нашими видео, тот помнит, что этот участок я решил назвать опытным и рассказывать вам обо всем, что мы будем делать в этом саду. Кто еще не подписан на наш канал, подпишитесь, жмите колокольчик, вам будут приходить оповещения о наших новых видео. У нас есть еще очень много полезной и нужной информации для вас. Она вам обязательно пригодится. С самого первого года вы помните, как мы посадили саженцы. Каждый год, что мы делали с ними, как деревья росли. Вы это все видели, это все происходило у вас на глазах. Формировку мы выбрали в форме чаши. Вот посмотрите, что у нас получилось. В этом году я делал обрезочку, показывал вам. И очень многие в комментариях мне писали, что это вы обрезали, вы ничего не оставили, не будет никакого урожая. Но я решил вам показать, как сейчас цветет наша сливка. Ну вот, посмотрите, что сейчас с нашими деревьями. Ну, я думаю, деревья цветут очень хорошо. Понятно, это еще рано говорить о чем-то, о каком-то урожае. Еще все у нас впереди. Ждем еще опыления. Как все пройдет, мы пока не знаем. Потому что у нас идут почти каждый день дожди. И опять обещают дожди. Пчелка летает, но редко летает. Но будем ждать, что еще все у нас наладится. Некоторые вот почечки у нас только-только цветочные начали открываться. Некоторые уже, вот видите, полностью открыты. Вот некоторые вот только-только открываются. Так что все еще у нас впереди. Почему мы выбрали формировку в виде чаши? Эту формировку мы применяем на персиках. И так же самое мы применяем на сливе. Для того мы это делаем, чтобы у нас хорошо освещалась наша крона. Как я и говорил уже не один раз. Чтобы был хороший обдул. Слива особенно не любит затенение. Ей нужен хороший обдул. Почему? Потому что в период интенсивных дождей плоды могут очень загнивать. Страдать плодовой гнилью. Это будет очень большая проблема. Будет сильная потеря урожая. То есть, смотрите, в серединочке у нас все пусто. Понятно, за сезон здесь у нас нарастет, конечно. Много зеленой массы. Еще немножечко пройдет загущение. Но представьте, если бы мы не вырезали здесь ничего внутри, то чтобы у нас тогда было. Посмотрите, сейчас какая у нас крепкая крона. Посмотрите, нам не надо ни подпирать никакие ветки, ни подвязывать их не надо ничего. У нас очень часто дуют сильные ветра. И вот сейчас приносим свои извинения, если же вдруг будет шумно, если запись будет некачественная. Ну, каждый день дуют ветра. Поэтому подобрать хорошую погоду очень сложно. Посмотрите, какая крепкая крона уже. С каждым годом у нас рукава наши будут утолщаться, дерево будет крепче и крепче. И никаких проблем у нас не будет от ветра. Наши ветви, наши плоды не будут биться друг об друга при ветре. То есть каркас у нас очень крепкий. Что бы я хотел еще ответить в этом видео? Очень многие тоже самое задают вопрос, что вы делаете с порослью? Это слива у нас на подвое дикая алыча. Есть такие моменты, бывают, что кое-где пробивает поросль. Как избавиться от этой поросли? Очень многие спрашивают. Решил я вам для примера показать. Вот посмотрите, что мы будем делать с вот этой порослью. Вот смотрите, мы разгребаем. Разгребаем хорошо. Ну, я правда не взял с собой секатор. Но в принципе весь я вам покажу. Разгребаем верхний слой вот этой почвы. О, ну хорошо. Влага есть, влага прям хорошая у нас. И полностью вырезаем хорошо секатором вот эту поросль. Да, она может появляться, эта поросль. Но ничего, каждый год вы следите за этим. Не давайте этой поросли сильно разыграться. Потому что если ее не удалять, эту поросль здесь у нас все позарастает под деревьями. Вредители куча здесь будет. Это вам не надо. Лишние питательные вещества будут. Это поросль у дерева отбирать. Это вам не надо. Все должно быть аккуратненько, чистенько, без всяких вот этих вот проблем. Так же самое. Многие спрашивают, слива хорошо цветет, все прекрасно, а урожая толком мы не видим. Что хочу вам сказать. Это может быть так же сама проблема в опылении. Но то, что у вас, как говорится, хороший цвет, это еще ни о чем не говорит. Абсолютно. У вас должно получиться опыление. Есть некоторые сорта, как я уже и говорил, не один раз. Есть самоплодные, есть частично самоплодные, есть самобесплодные. Поэтому для таких сортов нужны опылители. Как можно выйти из данной ситуации? К примеру, у вас уже посажены деревья. К примеру, давайте возьмем дачные участки. Деревья посажены. Ничего вы уже сделать не можете. Места свободного у вас нет. Как вы можете выйти из данной ситуации? Посмотрите, как делаем мы, чтобы нам не подсаживать другие сорта опылители, мы делаем окулировку в крону. Вот, посмотрите, вот здесь мы сделали три окулировки в крону. Вот, раз, два, три. Вот в этом месте. Видите? Вот это мы при окулировали сюда другой сорт, который является хорошим опылителем для этих слив. Это сорт Стенлей. У нас и деревья здесь посажены Стенлея, и еще я вдобавочек сделал в крону. То есть, получается, что челка, понятно, садится, взяла здесь, полетела туда, села там, опылила, все прекрасно. То есть, все у нас отлично получается. Немножечко Стенлей зацветает позже чуть-чуть, но все равно, тем не менее, вот, смотрите, это мы специально не обрезаем здесь ничего, ну, чтобы побольше было цветик, а потом, понятно, когда все у нас отцветет, сделаем немножечко укорачивание, укоротим здесь побежки, и еще у нас появятся побеги в этих местах, особенно вот на концах побегов этих, и на следующий год у нас еще больше будет тогда цвета для опыления. То есть, что вы можете сделать, чтобы не сажать вам дополнительный опылитель, вы можете сделать окулировочки в крону, и так выйти из этой ситуации. Чем больше у вас будет разных опылителей в саду, тем лучше будет у вас урожай. Многие спрашивают, что сейчас можно делать во время цветения, какие проводить обработки. Никаких обработок мы сейчас не проводим. Почему? Не забывайте за пчел. Пчелы это наши спасители, без них не будет никакого урожая, поэтому думайте первым делом за них, а потом уже за все остальное. Только-только отцветет наш сад, сразу же начнем проводить обработки от вредителей, от болезней, но это все будет позже, именно после цветения. Сейчас в этот период может появляться цветоед. Если же его будет сильно много в вашем саду, ну при ветре, конечно, цветоеда никакого не будет. Когда установится спокойная погода, цветоед может появиться в саду. Если же его сильно много будет в вашем саду, то можно пройти, как я уже говорил, препаратом Калипсо. Но строго работайте по инструкции. Если же вы превысите дозу, то будут очень большие проблемы. Пчелки могут падать после этих обработок. Так что препарат Калипсо хорош, но только в рекомендованных дозах. Если же в рекомендованной дозе, то пчелки не повреждаются от этого препарата. Все во время цветения, больше не работаем никакими препаратами, абсолютно никакими. А вас всех поздравляю со светлым праздником Пасхи. Всем добра, ухаживайте за своими деревьями и они обязательно вас отблагодарят хорошим урожаем. До следующих встреч на нашем канале.